В Большом зале правительства Магаданской области состоялась встреча губернатора региона Сергея Носова с главными редакторами магаданских средств массовой информации. Тем было несколько. Первый проразвучал вопрос о том, приближается ли Колыма к формированию коллективного иммунитета. Лучше всех привитая защищена Тинька. Кстати, и Винск не неплохо. Есть и сейчас по району хуже всех из районов этого ООО. Причем я так думаю, что во многом это объясняется позицией самого главы. Делаю для галочки, меня спрашивают, я в это не верю. Мне это не надо. Ну, буду. Отрабатывать, чтобы не сильно ругать. Хуже всех в Магадане, по сравнению с районами, просвещенный город такой, продвинутый. Мы, говорит, все понимаем, но прививаться не будем. Еще один вопрос по теме вакцинации касался того, что в регионе отсутствует врач, который мог бы прописывать людям спутник Ми, Кавиак или Эпивак в зависимости от медицинских показаний, что является стоп-фактором для вакцинации отдельных групп колымчан. Которые сделали вакцину. Значит, у нас занимались одновременно несколько лабораторий, было поручение. Они сделали каждую свою вакцину. Значит, они отличаются друг от друга, потому что были разные коллективы. Примерно одинаковый эффект. Еще один вопрос в голове территории был по образованию. Возможно ли содействие региональной власти в возвращение на Колыму филиалов ведущих российских вузов? Ведь скукоживание пространства высшего образования до единственного местного вуза СВГУ лишь усиливает отток молодежи на обучение в другие регионы. Наверное, можно. Я сейчас, опять же, скажу честно, глубоко не погружался в эту проблему. Потому что конкуренция вещь хорошая. Но, знаете, мы не настолько большой регион, чтобы обеспечить загрузку, а экономика здесь в любом случае присутствует, загрузку преподавателей при большом количестве филиалов других университетов. Вопрос качества образования в СВГУ в том числе может решаться еще и по-другому. Ну, нужно этим серьезно заняться и недостатки убирать.